Братья и сёстры, приветствую вас! Предлагаю открыть Евангелие от Матфея, 13 главу, и прочитаем два стиха, 45 и 46. Матфея, 13, 45-46. «Ещё. Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошёл и продал всё, что имел, и купил её». Наверное, каждый из вас знает, что такое жемчужина. Если я вас прошу описать, вы сразу скажете, что это что-то красивое, драгоценное, украшение. Да, так оно и есть. Но что такое жемчужина, из чего она состоит? Это твёрдое образование, извлекаемое из раковин морских и речных моллюсков, ценится как драгоценный камень. Жемчуг образовывается в результате попадания инородного тела в раковину моллюска. Происходит защитная реакция, и это инородное тело моллюск покрывает множеством слоёв защитного волокна в виде перламутра. Таким образом, внутри живого существа растёт жемчужина. Сейчас жемчужины выращивают 90%, которые продают, выращивают в искусственных условиях. И малый процент извлекают из случайных находок. Они разводят раковины, подсаживают туда бисеринку и в течение трёх лет выращивают жемчуг. Раньше можно было жемчуг найти только тем, кто умел хорошо нырять. Это были особые люди, которые охотились за жемчугом, добывали его, ныряли на глубину, рисковали жизнью, многие из них потонули. Они искали эти раковины, раскрывали их, искали там жемчужины. Цена жемчуга зависела от его размера, формы и цвета. Сегодня самые дорогие жемчужины оцениваются в несколько миллионов долларов. А если это украшения с несколькими жемчужинами или ожерелья, то цена доходит до десятков и сотен миллионов долларов. Очень ценится. Христос приводит нам в пример человека, который искал самую лучшую жемчужину. Христос сказал эти слова, говорит, это был купец. Купец, человек, который торговал, который покупал где-то товар, перепродавал в другой стране, и он был связан с людьми, которые возят товары, он бывал на рынках разных стран, через его руки проходило очень много товаров, и скорее всего, что этот человек хорошо разбирался в жемчужинах, он ими торговал. И вот он искал самую лучшую. Написано, что среди всего, что он искал, он искал самую драгоценную жемчужину. Он хотел обладать чем-то очень дорогим. Как золотоискатели всегда мечтают о большом самородке, так этот человек мечтал о драгоценной жемчужине. И что же произошло в его жизни? Он ее нашел. Он нашел эту жемчужину, и цена ее была настолько велика, что нужно было продать все, что он имел. Что Христос говорит? Этот человек, этот купец, продает все. Он увидел драгоценность в этой одной жемчужине, это то, что он искал, то, чем он хотел обладать, и он продал все, что у него было, и завладел этой драгоценной жемчужиной. В этом сравнении Иисус показывает нам Царство Небесное в виде самого лучшего, чем может обладать человек. Обладая Царством Небесным, мы являемся гражданами неба, участниками вечной жизни со Христом. Мы будем находиться в присутствии Бога. Этим текстом Иисус Христос хочет вызвать желание обладать Царством Небесным, показать людям, насколько это важно, насколько это драгоценно, быть участниками Царства Небесного, вызвать у людей сокрушение, если этим Царством вы не владеете. Иисус Христос открывает нам немножко о том Царстве Небесном, которое ожидает нас в будущем, о той славе. Я хочу прочитать один текст, чтобы мы немножко заглянули в будущее, что Господь приготовил для нас. Это только маленькая крупица того, что Бог открыл. Прочитаем из книги Откровения, 21 глава, с 10 стиха. И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город Святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований и на них имена 12 апостолов Агнца. Говорившись со мною, имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – сморагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Сидержитель, храм его и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнца в книге жизни. Братья и сестры, вы можете оценить стоимость города Иерусалима? Вы можете себе вообразить, что такое золото прозрачное, как стекло? Ну, золото нам еще как-то понятно, да? Как драгоценный металл, или это украшение, или это слиток золота, а золото прозрачное, как стекло. Это что-то новое. Это то, что Господь сотворит в будущем, что мы не можем себе вообразить. Вы можете хотя бы оценить одну жемчужину, которая там будет. Это ворота, представляете, Нового Иерусалима, и высота города, его длина и ширина приблизительно, как от нас, до штата Колорадо. Вы можете представить себе жемчужину и дать ей цену? Цена Небесного Царства настолько велика, что ни один человек не может ни дать выкуп, ни заплатить, ни обладать, ничего предоставить Богу, чтобы овладеть Царством Небесным. Это настолько такая красота, сияние славы, то, что Господь приготовил, и человек не может этим овладеть, ничего не может дать за это. Цена настолько высока, что Бог отдал своего Сына Иисуса Христа на смерть. Через пролитие крови Царство стало доступно нам через веру. Ничего не можем дать, ничего не можем заплатить, никак не можем его приобрести своими делами, поступками, заслугами, деньгами, сокровищами всего мира, а только лишь верой, братья и сестры. Царство Небесное Христос открыл нам только через веру, через принятие Иисуса Христа как своего Спасителя. Вы обладаете этим сокровищем. Пока мы живем на земле, мы оцениваем все нашими земными мерками. Нам представляется ценным то, что можно пощупать, что можно попробовать, что можно иметь своим, что можно использовать сейчас. И Сатана этим пользуется. Сатана предлагает сегодня нам мысль, хочет навязать, что Царство Небесное это где-то далеко, это где-то в будущем, это где-то просто в мыслях наших. Это не скоро. Жизнь проходит, и нужно успеть овладеть многим на земле. И у Него это хорошо получается. Сегодня многие христиане забыли, чем обладают. Сегодня для многих ценности составляют здесь земные, которые меркнут по сравнению с той славой, которая в вечности откроется. Вспомните, когда Иисус Христос после крещения был возведен Духом в пустыню для искушения, Сатана его искушал. Одно из искушений, которые он предлагал, это записано Луки, 4 глава, в 5 стихе. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновении времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана». Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Дьявол хотел Христа привлечь тем, что отдаст ему все, все царства мира ради поклонения. Христос победил искушение, отверг словом, показал, что поклоняться нужно только одному Господу. Иисус Христос, будучи на земле, уча людей, оставив свое учение, сказал такие слова для нас, Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Христос задает очень глубокий вопрос. Какая польза от всего? От всего, что вы будете иметь, что вы достигнете, даже если все царства мира вы будете обладать ими, но повредите своей душе, какая от этого польза? Какой можно дать выкуп за душу свою? Дорогой друг, сегодня ты можешь увидеть драгоценность Царствия Небесного. Ты понимаешь, что это неземная красота и блаженство, и ты можешь стать участником Царства Небесного. Ты имеешь веру, личную веру в Иисуса Христа, как в своего Спастителя. Ты принимаешь жертву на кресте за твои грехи, и хочешь ли ты быть обладателем Царства Небесного сегодня? Дорогие братья и сестры, как вы думаете, когда купец обрел самую лучшую жемчужину, он положил ее в сейф, спрятал ее, чтобы ее никто не видел, и стал продолжать жизнь, как и раньше, ища другие жемчужины, торгуя, а свою хорошую он там припрятал. Я думаю, если бы эта история произошла сейчас, и человек нашел самую драгоценную жемчужину, то он бы сделал выставку. Он бы, наверное, ездил по всему миру, показывая эту жемчужину. Он вдохновлял бы других на поиски жемчужин. Он вызывал бы желание у людей обладать такой же жемчужиной, о ее находке писали бы в газетах, скорее всего, сняли бы фильм, занесли в книгу рекордов Гиннесов, и можно еще многое другое сказать о том, что бы происходило, если бы сегодня человек обладал такой жемчужиной. Мне кажется, что сегодня те, кто называются христианами, сами не понимают, что такое Царство Небесное. Оно не завтра, не через много лет, не в мыслях, не просто на бумаге. Царство Небесное здесь и сейчас. Во-первых, оно находится у нас в сердце, дальше в церкви, в труде для Господа, повседневной жизни. Мы дорожим этим Царством Небесным, братья и сестры. Как мы сегодня живем? Люди, глядя на нашу жизнь, они могут увидеть, что мы обладаем и имеем то, чего нет у них. Они хотят иметь Царство Небесное? Они слышат о Нем? Или мы Его где-то так припрятали? Вы представляете, какую Христос открывает нам сравнение, чтобы мы посмотрели по-другому? Царство Небесное подобно этой жемчужине. Все купец продал, чтобы обладать Ею одной. Иисус Христос открывает нам красоту Царства Небесного. Он хочет завлечь, показать. Дорогой друг, если ты сегодня еще не стал участником, не принял Иисуса Христа сегодня время. Братья и сестры, я предлагаю нам помолиться. Предлагаю помолиться нам осознанно, если вы услышали Слово, если вы понимаете. Давайте помолимся о том, чтобы Бог снова давал нам, христианам, понимание того, чем мы обладаем, чтобы Господь возбуждал в нас желание жить, как Его наследники, как наследники Царства Небесного. И давайте помолимся за тех, кто еще в поиске этой жемчужины, кто еще ищет ее в мирских ценностях, чтобы они открыли сердце для Бога. Пусть наши молитвы будут короткие, но целенаправленные. Прославим Бога за Царство Его. Аминь.